А теперь чертовски важная штука. Сейчас мы с вами поймем, причем поймем так, чтобы вы действительно доберетесь, что такое электроотрицательность и почему она разная у разных элементов. Понимаете, руки, кто никогда не играл с магнитиками, кто вообще не знает, что такое магнит, никогда с ними дел не имел. Есть такие люди? А, вроде как нет. Или не сознависим. А скажите, пожалуйста, является ли вот этот вот предмет, который я держу в руках, магнитным? Нет. А как это проверить нужно? Поднести к железу. А, да, поднести к железу. Если бы это был магнит, а вот это лежал бы железный гвоздик. Я подношу, что делал бы магнит? Магнит. Притянул. На что это похоже? На подтягивание электронных протонов. Как называется такое взаимодействие? Электростатическое. Электростатическое. Электростатическое взаимодействие. Так вот, ребята, магнитное явление, электрическое явление, по сути дела, очень близко ровно. Они к одной группе явлений относятся. Воздействие на расстояние, смотрите, ведь магнит будет действовать на гвоздь, если магнит сильный, на расстояние, да? Взаимодействие на расстояние физически называются полевые взаимодействия, поле. И название вот этого поля электромагнитное поле. Природа его близка к природе взаимодействия зарядов с одной стороны, и к действию магнита с другой стороны. Так, то есть явление это и общее. Поэтому очень многое можно понять про атом, если использовать такую простую магнитку. Представим себе, что каждый протон это маленький магнитик. Так, а каждый электрон это маленький железный гвоздик. Представим себе? То есть все магнитики собрались в ядро, так, а все гвоздики летают вокруг ядра. Почему не падают на ядро? Они слишком быстро летают. Центробежные, точнее, вы это еще не происходили? Не проходили по физике? Центробежные силы нет на свете. Гвоздики не падают на магнитку, крутятся вокруг. Давайте вот о чем. Прежде чем перейдем прямо к модели. Ну, давайте вспомним. А все электроны первого и второго уровня на одинаковом расстоянии от ядра находятся или нет? Нет. Нет. Что можно сказать по поводу всех электронов второго уровня по сравнению с первым? Дальше от ядра, более удаленная. Это понятно? Энергия у них больше. И они более удалены от ядра. Хорошо. Согласно. Ну, теперь давайте смотреть. Первый уровень даже с вами рассматривать не будем, он скучный и неинтересный. Смотрим второй уровень. Литий. Как устроено? В ядре лития три магнитика, так, а вокруг летает один ботик. Согласны? Первый уровень мы даже не смотрим. Ясно, что на втором уровне у лития только один электрон. А попробуйте нарисовать для берега, какая картиночка получится. Второго уровня будет четыре. Четыре магнитика. И здесь летаем два балла. Биоруглерода. Ну, просто все не будем, потому что модель тут очень простая. Биоруглерода какая модель? Честь. Шесть магнитов. И два электронных арбиталей. А это не важно, мы сейчас даже форму арбиталей не будем учитывать. Нам важно количество. Сколько их штук? Шесть. На втором уровне? Шесть. Шесть магнитиков в ядре. Шесть гвоздиков. Нет, это два на первом уровне и четыре на втором. Вы абсолютно правы. Четыре на втором. Хорошо, давайте, чтобы не облупниться, все-таки первый уровень. Вот так пишем. Хорошо. Алиактора. Девять магнитов и на втором уровне сколько электронов? Семь электронов. Так, пишем. Вот давайте просто вот этот парк сравняем. Литий. Так. И вот это что у нас? Что это у нас? Углерод. Углерод совершенно. Как по-вашему? Какой из атомов, литий или углерод, сильнее притягивает электрон? И почему? Углерод. Почему? Потому что больше какого. А там магнитов больше. У него больше лишняя энергия. Нет, энергия здесь совершенно при чем. А почему там углерод, там четыре? Четыре на каком уровне? На втором. На втором, на первом сколько? Два. Два, а в сумме? Шесть. Шесть. Четыре. Ну, а сколько? И задумывались. А вы же говорили, что не бывает на одном и таком уровне более двух. Еще раз. Это не орбиты. Ребята, не путайте никогда орбиты и уровни. Вот этот кружок, внешний кружок, давайте его сильно выберем. На этой модели обозначают не орбиты. Ну, давайте вспоминать. Модель цирка. Модель цирка. Коза, которая бегает внутри цирка. Все эти электроны. По какой ступеньке манежа бегают? По второй ступеньке. По второй ступеньке. По второй ступеньке. По второй ступеньке. Да, форма траектории у каждой газы разная, но они все на такой ступеньке. На второй ступеньке. Привагайте. Это очень частая ошибка. Путают орбиталь, на которой всегда только два электрона может быть. Исключение не бывает. Путают орбиталь и энерго уровень. Вот этого делать не надо. Энерго уровень это ступенька в манеже. Бегать по этой ступеньке можно, там, я не знаю, кто-то бегает вот так, а кто-то бегает вот так, а кто-то бегает вообще вот так. Но вся эта беготня ведется на одной ступеньке, на одном энерго уровне. Так? Вот. Старайтесь запомнить для себя вот это важнейшее отличие. Кто будет с электроотрицательностью в изображенном ряду? Вот ряд элементов, написал, что будет происходить со свойством веществ, которые называются электроотрицательностью. Возрастает. Самая низкая электроотрицательность вот в этом ряду у кого? У лидера. Смотрите, у него в ядре это три магнита. И притягивают гвоздики для маней. Сколько магнита в ядре? Девять. Понятно, что сила, с которой он притягивает, электроды, намного больше. Да. Теперь давайте подумаем. А электроотрицательность водорода какая? Большая или маленькая? Маленькая. Маленькая, конечно. Там же все в один. Итак, мы разобрались, по какой причине возникает различие в электроотрицательности. И если в молебуле соединены атомы с разной электроотрицательностью, то начинается перетягивание электронного облака. Смещение электронной плотности. Вот это важнейшая вещь, вокруг которой мы будем много возить сегодня. Ну а пока что? А пока что для биологии первое очередное значение имеет вот эти элементы. Раз, два, три, четыре. Ну а что, это понятно? Азот. Азот. Входит в состав всех белков, без исключения, и всех нубрииновых кислот. ДНК, РНК. Такие названия слышали, наверное. Да? Свойства азота вообще чертовски важны. Наша жизнь, в том варианте, который мы узнаем, на планете Земля, толком зависит, во-первых, от свойств воды. А у воды очень занятные свойства. Сегодня мы как раз их разбираемся. И от свойств азота. Ну и от свойств углерода. Углерод тоже перезанимнейший свойства. Итак, по сути дела, мы с вами возились весь прошлый день, начало сегодняшнего, такими азотехимическими понятиями, чтобы толково разобраться затем со свойствами вот этих четырех элементов. Все остальные для нас будут не так важны, конечно. Попробуем выписать вот этих четвертых водород. Углерод, азот, кислород. Поставьте стрелочку вот так, и что под стрелкой надо написать будет? Увеличение электротрецепенности. Давайте я вам покажу тот вид записи, с которым мы будем иметь дело. привычное для вас написание химической формулы. Ну, допустим, химическая формула воды какая? Аш-два-О. Аш-два-О. И вы, как вы, при этом записываете, так. Что можно сказать по этой формуле? Вот смотря на такую запись, что я могу сказать про эту молекулу? Потому что там два адома и рода, один адом не сказал. Совершенно верно. То есть количество учений. А еще что-нибудь можно сказать? Не, нельзя. А можно отделы изображить иначе. Такая формула, вот такая запись, будет называться структурная формула вещей. Структурная формула 0. Поднимайте руки. Кто понимает, что изображается паучкой на структурной формуле? Провалентная связь. А провалентная связь это что? Это химическая связь, обвезнущаяся за счет общего электронного областа. Ну то есть на самом деле это общая электронная пара, которая связывает два атома друг с другом. На структурной формуле что видно? Кроме того, что сразу нужно сказать сколько участников, видно еще как они связаны. Количество связей, которое каждый атом может образовать, в химии называется валентность. Валентность. Это то количество связи, которое в данном соединении проявляют данные люди. Ну и скажите, какая валентность у водородов в воде? Один. А в каких-нибудь других соединениях может и у водорода быть другая валентность? Значит, один. А почему? Не усложняйте, ребята, ответ элементарный. Почему у водородов всегда валентность один? А валентность это что такое? Это количество связей, которое проявляется у данного атома, у данного соединения. А связь что такое? Квалентная связь, скажу так. Ну, ну. Какой облак? Вот вон там облако это стоит, да? Который облако? Который облако? Электронная. Электронная. Любой электронный облако, да? То есть, вот это вот облака, это и есть химическая связь. Вот этот человек казна под Богом. На самом деле его не было, но он был. И он, как наш, сказал, если вы сидите на берегу и кидаете в воду камушка, то хотя бы наблюдайте за тем, как расходятся круги по воде. Все занятие станет посмысленнее. Если уж вы здесь сидите, хотя бы записывайте, глядишь, когда это пригодится. Это что такое эквивалентная связь? Это химическая связь между двумя атомами, которые происходят за счет одинакового электронного... Одинакового? Ну, общего. Общего. Электронного. Общего для того? Для двух атомов. Для двух атомов, которые связались за счет этой электронной пары. Это связь между двумя атомами, образованная за счет общего электронного опыта. Ну, тогда, если у вас в одном месте дырка, надо еще один вопрос по вчерашнему материалу смотреть. Скажите, пожалуйста, а в силе электронное облака... Вот давайте я вам начерчу не энергиозные, а орбиталия электронные облака. Орбиталия как раз и есть электронные облака. У кислорода бывает. Сколько разных электронных облаков, сколько разных орбиталей, у кислорода? Считаем. Количество. Ну, как же ты? Первая S-орбиталь. Вторая S-орбиталь. И 3P-орбиталь. 3P-орбиталь. Вопрос. В силе эти облака электронные могут образовывать общие электронные пары с другими атомами? Вопросы не все. Какие электронные облака могут образовывать общие электронные пары с другими атомами? То есть участвовать в образовании эквивалентной связи, а какие не могут? А сколько вообще электронных может находиться на одном облаке? Не на одном уровне, а на одной орбитале? Два. Два. А кроме двух еще какое-нибудь состояние возможно? Еще один. Ага. Один или два. А больше двух бывает? Не бывает. Чем отличается облако с одним электронным от облака с двумя электронами? Тем, что облако с одним электронным это два же имеют другим облакам. А двумя электронами не с чем? Еще одно отличие есть? И по двумя электронами там больше тридцать. И не бывает. Какое состояние выгоднее? Два электрона на облаке или одно? Не знаю. Два электрона на облаке. Совершенно верно. Поэтому, если на каком облахе только один электрон, что будет стремиться сделать атом? Стремиться сделать атом. Да, запомните, чтобы на облаке оказалось два электрона. Какие электронные облака могут принимать участие в образовании ковалентных связей, а какие не могут? Ведь вы явитесь. Никаких общих электронных пар такой облако не образует. Стоит новая связь, но только то облако, у которого один электрон. Конечно. Может быть облако с двумя электронами и еще кого-то приедет. Нет. Все, привет, приехали. Третий не принимается на облаке. Значит, получается, что гелий, бириль, неон, вообще не могут связаться. О, отличный вывод. Ребят, найдите вот среди тех элементов, которые записаны на доске, два элемента есть. И что, которые ни с кем не реагируют. Хорошо? Гелий и бериллий. Бериллий? Так, давайте смотрим, какая ситуация у Бериллия. А, все понятно. У него два «Э» заполнения. Ну, вот это вы, понятно, почему вы ошиблись, вы одну вещь еще не знаете, не разобрали с вами. Бериллия образует взаимодействие, причем достаточно активно. А вот не он, не может. Бериллий вообще никогда не образует взаимодействие. Дело в том, пролёты выглядят вот как и можно. Почему Бериллий, у которого два заполненных эсерпитали, все-таки взаимодействуют, так? А в минимум недели не взаимодействуют. Не будет образовывать электронная клава. Любое вещество, стоящее в конце списка уровня. Смотрите, вот он первый энергородный, да? В начале списка водород, в конце списка кто? Девять. Девять. Конец энергородня. У него самая последняя орбита заполнена полностью. Все, он ни с кем-то и могил. Кто в конце списка второго энергородня? Не он. Все. Энергородный весь заполнен, ни одной свободной ячейки нет. А вот в этих ребят, даже если промежуточные облака у них заполнены полностью, в некоторых случаях, возможно, какая вещь? При взаимодействии Библии у нас в какой-то элементе? У него, конечно, осуществительность сильная или слабая? Слава. В результате соединяется с другими элементами. Он будет скорее перетягивать на себе электроны или скорее отдавать электроны? Отдавать. Отдавать. И минута. Надо будет с ними соединяться. Давайте смотрим. Мы с вами разбирали два случая. Полярный и неполярный. А что будет, если мы соединим вот такую парочку? Видите. И в том. Когда дельта зарядка будет у этой пары? Дельта-разница внутри соединения. Очень большая. Что произойдет? А произойдет следующая история. Помните, в паре кислород-водород? Кислород просто смещал электроны, стягивал на себя. Он сильнее электрона потягивает. А вот здесь разница окажется настолько велика, что фтор просто оторвет электрон. А второе электроны, а второе электроны, и полностью нет. Один. Один. Из одного. Да, да, да. То есть, вот так. А второе. А градусы. Обратите внимание, что при этом произойдет. А сейчас любой атом. Целый атом. Какой зарядный нет? Всегда. Нитральный. Нитральный. Сумма зарядов электронов всегда равна сумме зарядов протона. Ага. После вот такого взаимодействия, которое здесь показано, будет ли это правило соблюдаться для детей? Нет. У него осталось в ядре три протона, но один электрон его украли. Да. Ага. Теперь его эффективность нулевой заряд или нет? У него положительный. Почему равен? Меньше. Плюс один. Плюс один. Почему чуть меньше? У него целый электрон сверк. Потому что это не всегда власть. Плюс один, конечно. Хорошо, а у кого какой бы? Минус один. Один лишний электрон появился. Отлично. Вот такие частицы бывшие атомы, которые либо потеряли один электрон, либо получили один лишний электрон. Будут называться уже не атомы, а по-другому. Такие частицы называются ионы. Ионы. Ну вообще-то старое написание ион. Сейчас можно встретить оба. Варианты и ионы, и ионы. Как положено, какие элементы будут образовывать положительные ионы? Могут образовать положительные. С сильной электроотрицательностью или со слабой? С слабой. Со слабой. Они легко обдают электроны. Они слабо держат. А какие элементы будут образовывать отрицательные ионы? С сильной электроотрицательностью. Хорошо. Ну и теперь смотрим, какую пробу. Вот у нас произошел грабеж. Допустим, очень электроположительный элемент натрия, который вот здесь вот на этой строчке стоит. У натрия появился третий энергоположительный элемент натрия. Мы третий период с вами не выписываем. Натрия вот здесь стоял. Хорошо. При взаимодействии с элементом хлором, а хлор вот здесь стоит. В результате у натрия какая-либо отрицательность? Большая или маленькая? Очень маленькая. А у хлора? Очень большая. Вот если натрий взаимодействовал с хлором, то произойдет грабеж. Хлор оторвет электрону натрия и прислывает свет. Что это за такое вещество, с которым я каждый день сталкиваетесь? Поваренная соль. Поваренная соль, та соль, которая у вас в столу. Та соль, которую вы солите в суп, я не знаю, огурцы и все прочее. Да? Натрий хлор. А теперь давайте посмотрим, можно ли сказать, что натрий хлор это молитва. Ковариантная связь есть между этими двумя ионами или нет? Ковариантная связь это какая связь? За счет общей электронной пары. Есть ли какая-нибудь общая пара у натрия ирлова? Нет. Нет. Когда грабитель отнял у вас кошелек, у вас ничего общего с грабителем нет. Это нет. Кошелек теперь не общий. Теперь он просто по уграбитель, веще целиком. Никакой общей электронной пары между ионами нет и быть не может. Грабюрчик произошел. Понятно? То есть их вроде как ничего не связывает. Вопрос. Ну а тогда они могут разлететься в разные стороны? Нет. Внимание, думать. Как поведут себя ионы? Произошло вот такое взаимодействие. Натрий в результате получил положительный заряд. Он потерял один электрон. А хлопцы? Они будут притягиваться. Конечно. Какая сила не даст нам разлететься? Сила электростатики. Электростатики. Вот это второй тип химической связи. Второй тип химической связи. Ионная связь. Без всякой общей пары. За счет электростатики. Такую связь могут образовывать только элементы с очень большой разницей в электроотрицательности. Кстати. Вот у этой компании. С левой стороны. Есть свое название, которое вы знаете. Вот дальше пойдут элементы. Следующего периода. Потом следующего. Второго энергоровня. Третьего. Четвертого. И так далее. И вот везде. Каждый такой период будет начинаться с вот этой компании. Элементов плохо держащих электроны. Знаете, как их называют? Металлы. Вот это и есть металлы. Ни один металл полком держать свои электроны не умеет. Да? А если у него электроны часто уходят в свободный полет? Что можно сделать? А берем мы из такого материала, делаем вот такой стержень. Вот он. Это металлический стержень. А теперь я с этой стороны создаю мощный отрицательный заряд, а с этой стороны мощный положительный заряд. Что начинают делать электроны, которых металл плохо держит? Берем туда сюда. Туда-сюда? Да? Нет, справа. Нет, справа. И все уйдут. Разумеется. Поехали. Ясно, что электроны побегут в сторону положительного заряда, он их притягивает. Но если с этой стороны у меня источник отрицательных зарядов, а отрицательный зарядок – новые электроны. То что начнется? Отчаяние. 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 Прибежал отсюда электрон, и что сделает? Отсталкивается. Ага. Смотрит он удержаться здесь. Нет. А почему? Нет. А металл слабо притягивает, металлы плохо держат электроны. Так? А вот эти вещества. Будут ли так легко отдавать свои электроны? Конечно нет. Нет. Они держат надежнее. А это что значит? Взял я трубку, заполнил каким-нибудь вот таким газом. Так? И приложил заряд к концу. Электрический ток пойдет или нет? Нет. Или очень нет. Это надо очень мощную зарядку положить. Ну, тогда пройдем. А вообще-то эти вещества, не пропускающие электрический ток, называются диэлектрические. Вот они свои электроны держат достаточно хорошо. А массу электронов, оторвавшихся от атома внутри металла, их иногда называют электронный газ, они просто движутся, перескакивая от одного окна к другому в таком свободном полете. Именно поэтому провода можно сделать из металла, а вот из глины можно? Нет. 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 Ну, то есть, делать-то можно. Просто он того пропускать не будет. Теперь... А вода, потому что он того хорошо пропускает. А, ладно. Все второе занятие или второе час до обеда, у нас будет по поводу воды. И где-то к середине занятий вы сами ответите на свой вопрос. Угу. Договорились? Договорились... Такие частицы называются гемы. Что такое гемы? Это частицы, которые со положительными или отрицательными зарядами. Оттого, что сильные атомы отняли электрон или, наоборот, притянули. То есть, на самом деле, ем — это бывший атом, который либо потерял электрон, либо получил лишнюю электрон.